Киржайческий монастырь здесь основал преподобный Сергий Радонежский, оставив у себя ученика Романа Киржайческого. Он строится в церкви монастырь, который находится на большом расстоянии. Монастырские крестьяне церковь належали, монастырь портанного возили, коровы ставили, сели, лежали, свозили, сено косили на небо, ходили пруды, прудили на бобоку, ходили хлебник, лесок молотили, пиво варили. В росте монастырей, именуемого в древности Антониевой кустыни, возникла монастырская слободка в XVI веке, которая была переименована в Покровскую слободу, а затем в патриаршее село Покровск. Здесь находилась метная изба, где взимали портанное запровозимые товары, а в XVII веке это большое торговое село. При образовании Владимирской губернии в 1778 году село было преобразовано в уездный город Покровск. Как каждому новому городу, Покровок пожал кирп, это символ христианского праздника Покрова, две руки за такую лежащую покрывало. Несмотря на близость дохода реки Клязьмы, а впоследствии железной дороги, Покров не приобрел торгово-промышленного значения. Часть жителей занималась огородничеством и извозом, а часть уходила заниматься сложными пропусками. Бедность расслабилась на всю округу плотниками-арбунами, отчего и округа стала называться Арбуновской полостью. В начале XIX века вновь назначенный гадебрский губернатор Иван Михайлович Долгорухов объезжал свои владения, попал во все города в купе и оставил по крови такую зависть.